Вы смотрите Вестник в Северодвинске. Мы продолжаем. Память невинных жертв Ягринлага увековечили в граните. На седьмом километре Кудемского шоссе открыли мемориал. Возле безымянного камня установили четыре гранитные плиты. На них имена погибших в Ягринском исправительно-трудовом лагере. И родные не узнают, где могилка моя. Любовь и Мария приехали из Емецка почтить память своего отца. Эта песня одна из его любимых. Николай Александрович Киселев – невинная жертва Ягринлага. Его сослали в лагерь в 1938 году. Не выдержав в нем и года, он умер. Дочери до сих пор вспоминают о страшном дне, когда мать узнала о гибели отца. Я даже помню, когда она приехала оттуда. Вот уделок привезла там это самое. Села она тут в квартире, как сундучок такой был, заплакала. И мы около нее. Мне туда пять лет было. А ей было полтора года, когда отец умер. В день памяти жертв политических репрессий на седьмом километре Кудемского шоссе возле безымянного камня открыли мемориал невинным жертвам Ягринлага. 83 фамилии на четырех гранитных плитах. Всего их планируют установить семь. Здесь покоятся больше 20 тысяч людей. Михаил Дуденин – отец Валентины Бияковой. Она приехала из Москвы с внучками и правнуком. 25 лет они ничего не знали о родственнике. Умер от пелагры, то бишь от голода. 43 января 43 года. В возрасте 44 лет – все. Больше ничего. Ничего не было известно. Ничего не было известно. Я думаю, что митинг удался. Надежды оправдались. Особенно приятно, что приехали не только дочери, а внуки и правнуки. Практически к 8 умершим, которые приехали, пришло 20 человек на митинг. Это очень удовольствие. Ягринлаг существовал 22 года. Заключенные строили заводы, дороги и жилые дома. Многие умирали от истощения и болезней. По всем невиннопавшим в лагерях сослужили панихиду. Родственники возложили цветы и почтили память жертвы Ягринлага минутой молчания. Ксения Кабанова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.